Почему решили вернуться в Россию? Я где бы ни был, я сам не свой. И вы приехали, и что увидели? Это все театр. Это театр. Что, в России? Француз, англичанин, немец. Это вот априори лучше, чем мы. Ну, единственное, что да, могут сжечь машину. Но сумку в центре точно не украдут. Вас накажут. Это новый сезон проекта «Мы и они» и я, его актор Мария Шахова. Мы с командой подготовили много классного контента. И сегодня у нас в гостях необычный герой. Он родился и вырос в России, но в 90-е эмигрировал. А сейчас решил вернуться обратно. Почему? Расскажет он сам. Аркадий – недель. Философ – писатель. Уехал в Израиль на 8 лет. После перебрался в Париж ради философии и работы с известными мыслителями. Через 20 лет вернулся в Москву, потому что жить и творить ему лучше всего в России. Не понимает, почему русские не умеют гордиться собственными достижениями и возводят на пьедестал все иностранное. Аркадий, здравствуйте. Здравствуйте, Маша. Спасибо большое, что вы приехали сегодня ко мне в студию. Спасибо, что пригласили. Аркадий, хочу начать с самого начала. Вы родились в Ленинграде. Да. После окончания школы вы поступили в МГУ. И в 90-е годы переехали в Израиль. Да. А после Израиля, соответственно, переехали жить во Францию. Да. Теперь, спустя какое-то время, вы вернулись. Предлагаю по порядку. 90-е годы. Мы знаем ситуацию, которая происходила в стране на тот момент. Вы уезжаете в Израиль. Это своего рода релокация, как сейчас модно говорить? Или что это было? Я бы не сказал, что я был релокантом. Это попытка открыть мир. Вот через то окно, которое было дано. Потому что тогда действительно израильская виза можно было получить уже в конце перестройки, можно было в начале 90-х очень просто. И, соответственно, выехать и посмотреть мир, другой открыть. Это была самая простая возможность, которой я воспользовался. Надо понимать, что такое был конец 80-х. И особенно для гуманитариев. Потому что мы были, как вам сказать, мы были изнасилованы вот этой советской идеологией, этой марксистско-ленинской идеологией, которая уже к тому времени не имела никакого смысла. Это было абсолютно похоже на такую форму всем надоевшей мантры. И поскольку я был гуманитарием всегда, то, соответственно, это все нужно было учить, воспринимать, смотреть через это и прочее, прочее. Вообще другого как бы долгое время не предоставлялось. Вот только там уже где-то с середины перестройки начались публикации интересные, другие вещи. И поскольку, вот повторяю, мы были изнасилованы вот этой идеологией, то хотелось что-то нового. Хотелось чего-то вот любого, но другого. То есть вы бросили буквально университет, лучший университет страны. Потому что у меня была идея не получить советский диплом. Она идея, конечно, глупая. Я сейчас сегодня, конечно, бы так не сделал. Но тогда, когда тебе там сколько, 17, 19, 20 лет, тогда, конечно, это просто воспоминалось как такое клеймо. И не хотелось его иметь. Вы приехали в Израиль. Вы прожили там, к слову, 8 лет. Чуть поменьше, да. Помните свои вообще ощущения? Ты вдруг оказываешься в мире, который абсолютно тебе не знаком. Абсолютно. Я начинаю с языка. В общем, ну, мы там учили что-то такое. Там где-то, да, условно в академических подворотнях этот иврит, учебников тогда не было нормальных. Вот. Английский у всех у нас был тогда еще не, мягко говоря, не на высоте. Вот. Поэтому мы все, и я, в частности, оказались в мире, который абсолютно незнаком. И, разумеется, израильская ментальность, израильская культура. Это все совершенно иное. А чем иное? Вот на конкретных... Знаете, всем. С одной стороны, это маленькая страна, которая уже на протяжении там вот сколько... многих десятков лет, да, выдерживает, ну, такой сильный, в общем, натиск, скажем так, арабского мира. То есть это факт, который нельзя отрицать, да, это... То есть политически это такая вот крепость. И Советский Союз это было интересно, потому что Советский Союз тоже был как бы один против всего мира, но это была гигантская мощная страна, так сказать, несравнимая по своим мощностям с Израилем. С другой стороны, вот 90-е годы это еще... Это такой винегрет культур, да. С одной стороны, это, конечно, огромное количество людей, которые приехали с самых разных уголков мира, да, это Германия, Польша, Чехия, Ирак, там, не знаю, еще что-то, Америка, Канада, Австралия, да. То есть люди собрались, которые ничего общего друг с другом не имеют, Советский Союз, ничего общего друг с другом не имеют, в принципе, кроме каких-то фантазмов о принадлежности к определенному этносу, да. С одной стороны. С другой стороны, поскольку Израиль все-таки был, так получилось, построен на определенных религиозных основаниях, да, ну, то есть это, так сказать, страна, где иудаизм, там, идейская культура, все это, все это, все это, то вот этот сплав как бы официальной, официального такого религиозного составляющего и все-таки светскости, потому что светскость там, конечно же, есть, вот, дает тоже очень интересный сплав, да, то есть, по сути дела, это две страны, которые взаимодействуют друг с другом, да, то есть это религиозно. Как вот происходит, кстати, это взаимодействие? Потому что внешне выглядит, что как будто бы все нормально. Так ли это изнутри? Не всегда, да, не всегда все нормально, потому что постоянно идет борьба между ортодоксальными евреями, скажем так, которые хотят из этого сделать такую вот прямо, ну, такой ортодоксальную страну, да, вот такой прямо, чтобы вот там по субботам не ходил транспорт, так сказать, ну и многое прочее, вот. И все-таки, конечно, светской частью страны, которая, ну, честно говоря, им плевать на все это, и они хотят нормального, такого западного, западной формы существования со всеми свободами, западной, российской, да, вот, ну, в общем, нерелигиозной, со всеми свободами, которые есть, да, то есть, если я хочу, там, жениться и выйти замуж за нееврея, нееврику ради бога, если я хочу зарегистрировать брак в Израиле, значит, что я мог это сделать? Сегодня до сих пор это сделать нельзя, потому что если у вас нерелигиозный брак, вы должны выехать из Израиля, там, зарегистрировать, потом вернуться, и он будет признан, но на территории страны вы это сделать не сможете. Ну и прочее, прочее. Поэтому, нет, напряжение есть. Ну, нельзя сказать, что, конечно, это не, не там, долго какой-то гражданской войны, разумеется, нет, и думаю, что этого не будет, но вот эта вот, вот эта дихотомия вот этих культур, она, она, безусловно, существует вообще на Западе, ну, и в Израиле в том числе, потом это стало уже, благодаря, кстати, русскому влиянию, совершенно не принято было, вот, ну, простой пример, да, не принято было просто сесть, взять, там, три бутылки пива, собраться шестером и, там, четыре-пять часов болтать о чем угодно, да, просто вот, потому что это в кайф, потому что это дружеский треп, потому что это не, это не, не выводит тебя, ну, куда-то на какие-то обязательно результаты, это просто в кайф, ну, как мы все привыкли дальше в то время. Это было не принято, да, и дружба в нашем понимании слова тоже была, это не та категория, да, то есть вы можете дружить, но эта дружба должна быть основана на каких-то вот более или менее, то есть результатах, да, дружба должна быть, в смысле, там, ну, не знаю, продвижение по службе, хорошие оценки, я не знаю, деньги, еще что-то, еще что-то, еще что-то. А вот дружба без выгоды, это и есть какой-то наш русский код, если можно сказать? Я убежден, что да, к сожалению, он сейчас тоже, как шагриня Мякова, скукожился, да, то есть у нас мы сегодня, ну, надо признать, да, далеко не все, мы готовы там собраться, крайне редко, да, и просто вот болтать, потому что нам в кайф проводить время друг с другом, сегодня у нас тоже все, ну, как правило, влияние времени, в принципе, эпоха поменялась, вот, потому что все-таки в Советском Союзе был такой большой кокон. При все, вот, я говорю, что при всем моем, например, отторжении тогда всей вот этой вот, этой советской идеологии, которая действительно была абсолютно бессмысленна, уже к тому времени, она имела какой-то смысл раньше, да, там, 30-е, 40-е и так далее, но к тому времени это уже она истлела. Это снова был кокон, который вот позволял прорасти, как ни странно, вот этим чистым отношением, то есть вот нематериальным, да, то есть вот дружить, любить, там, не знаю, общаться без поиска сиюминутной выгоды. Нигде в другом месте этого нет, и я думаю, что никогда не будет. Я думаю, наверное, отчасти это и есть идея капитализма, капиталистического мира. Ну, конечно. А вы прожили в Израиле чуть в районе 8 лет. То есть плюс-минус вы уже нашли себя и закончили там университет, насколько я понимаю. Да, я, да. И почему вы решили уехать во Францию? Вы знаете, потому что я был в то время, мне казалось, что французская, французская философия, культура, ну, философия, в первую очередь, что это меня интересует, интересовало, это авангард. Это прям вот, прям, прям такой самый-самый крутой авангард, который есть на сегодняшний момент, то есть на сегодняшний момент это середина 90-х. Да, потому что аналитическую философию англо-саксонскую я изучал, разумеется. Это, знаете, вся эта вот философия языка, вот это все эти такие вот вещи. Но она мне казалась очень прагматичной и далекой от человеческих проблем. Вот, поэтому у меня ее... Для меня это было как математика, как алгебра изучать. Ну, я изучал алгебру, да, ну, изучал. Ну, как сказать, струн души у меня это никак. Вот. Вот тогда вот это вот, то, что сегодня уже называется постмодернизм, и то, что сегодня, конечно, уже давно закончилось, и мало уже, в общем, интересно, вот она мне казалась это прямо топовым, таким топовым сюжетом, потому что... И вы буквально бросили все? Я не бросил все. Я закончил мастер, я получил своего мастера, кум-лауде, то есть с... Как бы магистратура, да, сегодняшний язык? Магистратура, да, да. И связавшись тогда с одним из ведущих французских философов, Жак Беррида, который меня, собственно, и пригласил во Францию, и с этого момента начался мой французский период, я этого хотел тогда. Но там мне казалось, что я таким образом вольюсь в самый такой тренд, не в том, чтобы влиться в него, а в том, чтобы вот прямо насытиться вот этим вот новым, как мне казалось, по наивности, духом. Этот дух оказался не таким новым или что? Нет, безусловно, потому что, во-первых, это был большой обман. Обман в части мира самого? Ну, то есть вы имеете в виду... То есть в Франции вы ожидали, что вы приедете во Францию условно, а там молочные реки, кисельные берега, как минимум в интеллектуальном смысле. Да, в интеллектуальном смысле. Мне казалось, что Франция это вот такой Советский Союз, но только в апгрейд, в самом лучшем его смысле. Когда собираются люди, когда они классно могут сидеть в кафе, болтать о философии целыми днями, писать какие-то классные вещи, тут же их публиковать и чувствовать абсолютную свободу, интеллектуальную свободу. А как было? Абсолютно не так. Так было немножко в 60-х. Я опоздал на 30 лет. И вы приехали, и что увидели по итогу? В общем, достаточно жесткую академическую систему, которая не позволяет тебе никакой свободы, если ты, ну, когда ты там студент, докторант, аспирант и прочее, которая требует от тебя жестких выполнений вот тех нормативов. Прямо как в Советском Союзе. То есть я, по сути, оказался в Советском Союзе номер два в этом смысле. Аркадий, вы знаете, но вы ведь не единственный человек в стране, у которого есть стереотипы по поводу Франции, в частности. Мы специально вышли на улицу и решили спросить у людей, что они знают про Францию. Хочу вам показать этот небольшой сюжет, и вы, собственно, тогда скажите мне, что вообще правда, а что неправда. Держите, вот здесь нажимайте на play. Мне почему-то кажется, что они неприветливые. Если заговорить с французом на английском языке, он даже не ответит. Он развернется и уйдет. Они не любят, когда с ними разговаривают не на французском. Любят беспорядки, суету, граффити на улицах. Никакого порядка нет, я против такого. Ну, свободолюбивые люди там живут. Ну, они не терпят притеснений. Еще очень плохо паркуются, кстати, да. Вообще неуважительно к другим. Могут хорошенечко так разбить свои машины и чужие, соответственно. Мне кажется, почему-то, что они больше думают о себе. То есть заботятся о себе, ухаживают, следят за модой, как-то красиво одеваются. У нас все-таки больше людей не так. Круассаны, багеты. Вкусная кухня, очень вкусная кухня, замечательная. Они любители поесть, у них изысканная кухня, вообще говоря. Париж, город любви. Ну что, большой город, где много приезжих, очень грязный. Но много исторических, замечательных. Красиво только в центре. Да, с чем очень грязный. Да, и очень много мигрантов, которые начинают приставать. Там суперчистая вода из-под крана течет, поэтому даже если вы закажете в ресторане водичку, просто стаканчик, то вам и люди из-под крана. Будьте готовы. Значит, по поводу английского, если заговорить. Сегодня это уже гораздо проще. И если он вообще будет, он, она на улице, способна ответить, ответит. Это раньше. Это где-то, я думаю, лет 25 назад. Француз, даже если он знает английский, он так покривится и вряд ли начнет что-то такое рассказывать. Вот. Но это дело, дело не в том, что они такие, прям невежливые, а в том, что просто сегодня, еще раз подробно, лучше, но еще лет 20 назад просто английский, даже вот такой стрит-энглэш, знали один француз на 5-10 тысяч. Поэтому это просто было тяжело. Поэтому они не могли надеть. Они скорее вам на пальцах что-то расскажут, но просто ему будет там произнести эти несколько английских фраз, просто тяжело. Касательно эмигрантов, да, Париж это такое такое вот сейчас место, где центр, ну, центр, да, Париж стоит, как мы знаем, из нескольких округов, да. Есть округи, где просто черное население, в принципе. То есть там можешь идти по улицам и ни одного белого не увидеть. Там есть парикмахерские магазины, где, ну, если ты захочешь там зайти постричь, тебя просто, ну, я не знаю, примут, не примут, но посмотрят на тебя как на на человека с какими-то такими зелеными антеннами откуда-нибудь прилетевшего, что ты здесь делаешь, да, ты белый, иди, иди, иди к белым. Это правда. Это все правда. По поводу свободолюбия здесь вот это самый интересный вопрос, и это, конечно, иллюзия. Потому что дело в том, что да, французы могут бастовать, но в целом, в общем, к сожалению, французы настолько изнасилованы своим государством за последние лет восемьдесят, минимум, что любовь к свободе там просто вырезана, знаете, как просто вот хирургическим путем у большинства. там нужно почитать закон. И там 90% французов вынуждены почитать закон. Вот закон вот так, как в законе написано, вот так надо себя вести. И все. То, что мы сейчас видим, вот эти все, это все театр. Это театр. Видите, Макрон захотел протащить пенсионную реформу, он ее протащил. До этого, в 2011 году, Алант хотел провести эти самые браки гомосексуальные, он их провел. Полтора миллиона человек вышло на улицу в одном Париже. Полтора миллиона. У нас там на болотные 120 тысяч выходило, мы до сих пор об этом говорили. Там полтора миллиона, это Москва, только 120 тысяч на Москву. Это два высотных дома, три. А там полтора миллиона в маленьком Париже, в котором всего, по-моему, там 3,5 миллиона человек вышло, да? Плевать они на него хотели, на эти полтора миллиона. Взяли, протащили. Аркадий, все-таки вы специалист достаточно высокого уровня. Вы востребованы по всему миру. Вы пожили в Израиле, пожили во Франции. И почему решили вернуться в Россию? Это мой дом. Так вот, если прям в одной фразе. Потому что я все-таки принадлежу к... Вы знаете, несмотря на все вот мои путешествия, как и Диссей, я все равно по своим ощущениям, по эмоциям, по даже чем-то по образу мысли, я все равно человек русский, российский. Вот. и это моя территория, это мое пространство, где я не говорю о том, что это мой язык. Как бы я хорошо не знал иностранные языки, есть несколько языков, которые я знаю очень хорошо, в том числе французский. Ну и английский, может быть, даже лучше. Вот. Я пишу на этих языках, я на них говорю, выступаю и так далее. Во-первых, языка есть некая система ощущений, чувственности, принадлежности. некая ментальность. Своё, да. Вот я где бы ни был, я все равно не свой. Не важно, сколько я там лет прожил и проживу, и прожил бы, я все равно не свой. Я это прекрасно знаю. А как вы думаете, в России есть такая проблема? То есть, когда человек иностранец приезжает в Россию или переезжает в Россию, он тоже всегда чувствует себя не своим? Да, но дело в том, что в России есть такая вещь, как, ну, по крайней мере, я не знаю, ну, в моём представлении. Вот это искренняя дружелюбность. Понимаете, то, как всегда принимали иностранцев в России, ни одна страна никогда не принимала. Никого. У нас же, в принципе, вот страна для того, чтобы вот восхи... Ну, по крайней мере, это, разумеется, там, прошло с Петра Первого и так далее. До сегодняшнего дня мы восхищаемся всем иностранным и иностранцами. То есть, француз, англичанин, немец, это вот априори лучше, чем мы. Мы должны... Он приехал, чтобы мы не учились. Абсурд, в принципе-то. Абсурд. Но это так. Это вот есть такая штука, которая вот в нас, в нашем культурном коде вот вшита. Аркадий, что мы хотели немножко поговорить о вашей работе. Вы философ, писатель, очень много путешествуете по миру и выступаете с лекциями на самых разных площадках мира. И вот интересно, понятно, что наверняка самой комфортной страной для себя вы считаете Россию. Да. Я делаю вывод, что вы здесь все-таки живете сейчас. А если помимо России, вот какая страна еще комфортна для проживания, на ваш взгляд? Смотря что искать и что хотите, даже Франция может быть вполне комфортна, если у вас много денег, которые вам, самое главное, позволяют не быть связанным с французской системой. То есть, условно говоря, если вы можете жить, снимая там 100-метровую квартиру где-нибудь в центре Парижа, и у вас счет там где-то, да, и деньги откуда-то, да, вы не связаны никаким образом с... Отлично. Бьян-минию, можете там сказать, вот как девушка сказала, да, хорошая кухня, парки есть, к политике вы не имеете никакого отношения, ну, там ходят какие-то эти самые маргиналы, там что-то против правительства, ну, их задавят, когда надо, никаких проблем. Ну, только единственное, что да, могут сжечь машину. Ну, все-таки это больше там где-то в... на окраинах, в центре все-таки, ну, хотя и бывает, ну, ничего там, в коем случае вернут деньги. Ну, а условно, работать где лучше, во Франции или в России? Где больше платят? Ну, платят, смотря как, смотрите, если брать вот зарплаты, то университетские зарплаты европейские выше только по-среднему, да, чем... В России. В России. Но там и уровень жизни, я так понимаю, выше. Ну, то есть, условно, за коммуналку ты платишь больше. Вне всяких сомнений. Ты платишь больше за коммуналку, ты платишь больше за все остальное, ты платишь больше даже за кусок хлеба, да, за стейк в кафе ты тоже заплатишь больше, чем у нас. Вот. И, между прочим, у нас тоже хорошие стейки делают. Так что, да. Ну, в Москве это еще более-менее, если центр Москвы, это более-менее это еще как-то сравнимо. Вот. Но у нас есть другие всякие способы, да, у нас есть там, даже если у тебя зарплата изначально не, мягко говоря, не на уровне, как у них, то есть какие-то иные способы, да, которые эту зарплату могут поднять. Более-не-менее это может быть сравнимо. Хотя, конечно же, в любом случае там пока академическим людям денег платят больше. Но в Москве другие возможности есть, которые, которых нет там. А если говорить о философии, вот я знаю, что вы преподаете, ну, или, по крайней мере, до ковиду точно преподавали в университете Шри-Ланке. И как вообще философию воспринимают в Азии и в Европе? Все-таки это такие две тотально разные ментальности. Да, отличный вопрос. Да, Маша, смотрите, их, конечно, больше всего интересовала буддистская философия, но они же все не буддисты, понятно, или какие-то параллели между буддистской философией и европейской. То, что, собственно, я преподавал там действительно до ковида, потому что потом это как-то все. Для них философия это практика. То есть любая философия должна выводить тебя в конце концов на некий уровень не абстрактного мышления, как у нас, хотя бы тоже хорошо, а на некий уровень самопознания и освобождения от сансары. Сансары это вот... Жизненный цикл. Да, все вот это нас окружает. Потому что идея, чтобы выскочить отсюда. То есть философия должна быть в этом смысле практичной. Еще раз говорю, практичность не в смысле заработать деньги и с ней, а именно вот достичь некого уровня понимания себя, мира и освобождения. Понимание-освобождение. Это задача номер один. Ну, если ты настоящий философ. А на Западе совершенно другая ситуация. Сегодня вообще это, я не побоюсь сказать, слово катастрофа, то, что происходит в гуманитарной области, потому что просто элементарно закрывают кафедры, интересные кафедры. Вот пример, да, в том же Париже коллежо-де-Франс, одна из самых таких старейших университетских институций. Особая, она отличается от Сорбона и прочее, потому что там не вдают таких вот просто дипломов. Это как бы такой вот храм свободы интеллектуальный. Там была замечательная кафедра иранистики, да, то есть один из лучших специалистов в мире, Жан Келленц, который вот обучал, рассказывал про духовную культуру древнего Ирана. Он ушел на пенсию, кафедру закрыли, все, просто нет. Вот сейчас, если ты хочешь изучать эти вещи, тебе их негде. Почему закрыли, по какой причине? Ну, потому что никому не нужно. Не нужно? Не нужно никому. Зачем? Ну, тогда вопрос, смотрите, вот восприятие в Азии одно, в Европе другое. Что в России? Мы же все-таки где-то на середине, где-то на стыке. Мы, как всегда, синтезируем. Мы, как всегда, синтезируем и ищем. Мы хотим ведь что-то, всегда что-то такое особенное. У нас особый путь в этом смысле. Ну, он действительно в этом каком-то смысле, да, особый. Нет, конечно, мы ориентированы академически, мы ориентированы на западную философию, безусловно. И все наши программы, все наше вот это, вот оно построено под... Тогда, во времена Советского Союза, это была немецкая система, сейчас это некая такая европейская, балонская, то, что называется, которую, я надеюсь, просто уберут в какой-то момент, потому что это абсолютная профанация, она ничего не учит. Но если говорить так более глубоко, то Россия, конечно, Россия не философская страна, а литература центричная. Аркадий, давайте попробуем сравнить, раз мы уже, в принципе, это начали делать, но такими более конкретными какими-то историями. Я знаю, что во Франции очень развитые книжные магазины. По-моему, если мне не изменяет память, то на последнем питерском экономическом форуме говорили о том, что во Франции их более 5000 штук. В маленькой Франции. А в России всего 2000 магазинов. Почему так произошло? И мы ведь были самой читаемой нацией. Или, не знаю, или во Франции для чего-то другого открываются книжные магазины. Настолько ли они читающая нация? Не могу понять. Отлично, Марк. Давайте разберемся. Значит, смотрите, во-первых, если по России, не знаю, но вот Москва. Я очень хорошо знаю книжные магазины в Москве. Вот если берем центр Москвы, здесь от Арбата до Пушкинской и до Лубянки вот такой треугольник, там можно найти штук 20. Согласна. Статистика вещь упрямая. Да. Магазин, магазин. Понимаете, если у вас, если вы открываете магазин, и у вас там, в этом вашем книжном магазине есть отдел, значит, вот отдел книг, там стоит биография Макрона официальная, там стоит какой-нибудь Эрик Зимур, и там стоят какие-нибудь, ну, аналоги нашей Дарьи Донцовой, есть такое. Вот это вот, да, вот в таких вот дешевых изданиях, мягких. А дальше у вас ручки, карандаши, и фломастер продаются. Это называется книжный магазин. Таких магазинов там действительно может быть хоть 20 тысяч, но это не книжный магазин, это вообще ничего. Ну давайте тогда сравним какой-то уровень, общий уровень образованности и начитанности между Россией и Францией. Ну, раньше, конечно, в России читали безусловно больше, потому что чтение было единственным, так сказать, таким тоннелем, да, таким, этим самым, как к чему-то, вообще знание было в России всегда почти сакральным, да, потому что, слушайте, я помню, как я мечтал и делал всякие вот, я не знаю, чуть ли не документы поделал, чтобы меня, еще будучи школьником, записали в Ленинскую библиотеку. Меня не записывали просто так. А уж в Анион это вообще было, Анион, Анион это библиотека иностранных литератур. Туда попасть это как примерно как в Ватикан попасть. Это вот даже может быть круче. Сейчас, поскольку все сравнялось, сейчас любая, почти любая книга двумя кликами находится на интернете, это, конечно, вот это сакральное знание, оно, оно как бы исчезло. Но говорить о... Да, мне хочется верить, что все равно Россия наибольче считающая сейчас страна. Ну, давайте тогда вот так попробуем оценить. Вы преподаете в российском Бузе и сейчас, по-моему, до сих пор преподаете во Франции в том числе. Ну, сейчас уже нет, но вот там... Ну, преподавали. Да. Если мы говорим об уровне студентов, где он выше? Знаете что, я бы сказал так, что если вот прям посредняя температура по больнице примерно одинаковая. Дальше надо смотреть уже контекстно. В принципе, проблема в другом. Наши студенты свободнее в головах. Они свободнее. Потому что на них нет вот этой вот... Они не находятся под очень сильным до сих пор таким прессом чего можно, чего нельзя. Аркадий, давайте чуть-чуть о бытовой все-таки жизни. Вот вы 20 лет прожили во Франции. Вам удалось купить свою квартиру? Нет. Ну, я такую цель не ставил. То есть вы все это время арендовали? Да. Дорого, недорого, легко, сложно? Зависит достаточно сложно, но дорого-недорого зависит от района. Почему сложно? Потому что в отличие от Москвы или любого российского города, насколько я знаю, здесь вы звоните арендателю, правильно? Либо через... Собственнику квартиры. Собственника, либо через агента. Говоришь, вот я такой-то, меня это устраивает, хочу посмотреть, я готов заплатить. Встречаетесь с собственником, нравитесь друг другу, залог, все, квартира ваша. Во Франции это абсолютно невозможно, потому что в Франции нужно еще быть гарантийные письма. Гаранты должны быть, не письма, гаранты. То есть люди, которые должны подписать письмо, что в случае, если вы не способны будете заплатить арендную плату месячную, они будут за вас платить. Можете представить, как легко найти таких людей? Особенно, если у вас нет незнакомых, ни друзей. Я помню, мы с моим приятелем, вот у нас такая была проблема, это был 2005-2006 год, была бы реальная проблема. Друг другу писали? Нет, другу бессмысленно, потому что мы никто, у нас нету, ну что, такие два русских, надо же было найти француза, надо же было найти человека, так сказать, хорошо сидящего, у которого есть, там же надо еще бумажки предоставить, что у тебя зарплата, что деньги приходят ежемесячно, в общем, деньги не просто деньги, деньги должны быть в два с половиной раза, больше, чем аренда, аренда. То есть, словно говоря, если там тысячу евро аренда, то две с половиной тысячи минимум, у тебя должны быть того человека, который является своим гарантом. Без такого гаранта тебя никто не сдаст, но только если там бомжовая квартира где-нибудь там без, я не знаю, без окон и с провалившейся крышей, может быть, но что-то более-менее нормальное, это риски скучно. Сдают все что угодно. И снимают? Снимают, то что делать. А если говорить о взаимодействии с банками? То есть у меня подруга, она жила какое-то время в Монако, и она просто хватается за голову и говорит, что, боже мой, люблю Россию, сейчас живет в России, она говорит, это просто рай. Расскажите вообще о бюрократии во Франции и о банковской в частности. Ну, бюрократия там крутая, да, бюрократия там крутая. То есть ты, ну, раньше ты мог открыть счет, правда, было лет тоже 20 назад, ты мог, сейчас, я не знаю, сейчас, в общем, это сложно сделать, если ты там иностранец, тебе нужно, конечно, огромное количество. Ну, иностранцу, да. А если ты французский, нет, ты открываешь, не дай бог, вам уйти на 10, 5 евро в минус. Да? То есть я почти, я не утрирую практически, да, и в этот минус у вас будет минус 5 евро, значит, если там, ну, или 50, давайте так, если он будет у вас там больше трех дней, условно положенных, то банк, например, БНП, Балибан, есть такая, такая структура, такая, самый крупный банк во Франции, он за свое великодушие, что он вам позволил эти 50 евро уйти в минус на 3 дня, он с вас возьмет 20 или там 40 за вот то, что если вы значит, превысили на полдня разрешенный минимум по времени пользования этой идеей. Проценты по кредиту. это, да, это, это, причем ничего, никакие мольбы, если вы скажете, что у вас голодают дети, что вы сами уже 4 дня не ели, еще 8 не собираетесь, потому что это, ну, как бы, вообще не, это машина, это абсолютно машина, вот, у нее нет эмоций, у нее нету сострадания, у нее нету ничего, значит, если, ну, как правило, да, то есть бывают какие-то исключения, ну, как правило, если вы прострафились, вас накажут. Аркадий, предлагаю тезисно пройтись по бытовым, скажем так, аспектам и поставить оценки от 1 до 5 баллов. Первое. Доступность и качество медицины во Франции и в России. Сколько баллов, кому и почему? 5 это выше балл, да? Да. Вы знаете, медицина во Франции неплохая, очень неплохая. если ты, ну, если у тебя есть страховки, разумеется, если ты есть страховки, то, в принципе, медицина, ну, я бы сказал, там, на четверку. Ну, и в России, наверное, то же самое, 4 с плюсом. Правильно я понимаю, что если у тебя нет рецепта во Франции, то ты не можешь купить лекарства. То есть, как в России, ты не можешь прийти в аптеку и посоветовать. Там более жестко, да. Даже вот такие вот, например, сезонные антиаллергенные штуки, которые, в принципе, в России, вот там, какой-нибудь дезертек продается в любой аптеке и за 150 рублей ты его купишь. Там тебя потребуют рецепт. Чтобы получить рецепт, ты можешь пойти к врачу, заплатить, соответственно, деньги, если у тебя нету страховки. Ну, в любом случае, это еще там две операции и трата времени. Да, это есть. Безопасность в России и во Франции? Я бы сказал, вот где-то тоже, наверное, на четверку. Есть районы, куда даже полиция во Франции не приближается. Последние лет десять, конечно, с наплывом, гигантским наплывом иммигрантов, она, конечно, упала, безусловно. То есть есть районы, еще раз повторяю, куда даже полиция не суется, потому что там просто можно получить пол. Вот. Ну, я думаю, что, не знаю, ну, во Франции три, в России, наверное, может быть, четыре, потому что в Москве в общем безопасно. Если говорить о Москве, Питере, ну, в общем, можно, конечно, получить по морде случайно, но бывает, это жизнь. Но сумку в центре точно не украдут? Ну, вряд ли, вряд ли, вряд ли. Качество транспорта во Франции и в России? В России с транспортом это топ. Учитываясь с Яндексом и со всеми этими делами, это топ, это просто топ. Это пять с плюсом. А в Франции, ну, четыре, четыре с плюсом. Уровень комфорта жизни во Франции и в России? Париж-Москва или вообще вся Франция? Давайте попробуем Париж-Москва и Франция-Россия. В Москве комфортнее. Просто в силу вот этих вот всех наших изобретений типа Яндекса, Яндекс-Маркета и прочей пищи, этого нет. Вам в любой момент дня и ночи могут доставить пиццу. Хоть матрасы. Да, макароны или матрасы, да. Ради бога, вообще никаких проблем. А в Франции такого нет, да. Так что пять-четыре. А если говорить о Франции и России? Франция более компактная страна. Я, честно говоря, я не очень хорошо знаю вот отдаленные какие-то города России, вот там глубинка, что называется, я там почти не мылаю. Поэтому не могу судить. Во Франции более-менее в этом смысле уравновешено. То есть Париж условно говоря не сильно отличается от какой-нибудь гавра или еще какой-нибудь мелкого городишки. Единственное, что в Париже это может работать там до десяти вечера, а там в шесть уже будет все закрыто вообще глухо. То есть хлеб ты даже хлеб не купишь. Аркадий, хочу поговорить с вами немного о личной жизни. Я знаю, что вы женаты и женаты на француженке. Она, собственно, живет во Франции, и я так понимаю, у вас есть дети, которые тоже живут во Франции. Как это так вышло? Она словист. Вот, у нее работа, и она тоже преподает там в университете католическом таком. И дети сейчас так или иначе встроены в школу, вот, ходят туда. Просто это достаточно непросто сейчас вырвать вот эту всю культуру, вот эту и перенести на эту почву достаточно сложно. Это нужно сделать целый ряд. Но вы двигаетесь в этом направлении. А расскажите вообще, есть разница между русской женщиной и французкой? Есть, наверное, есть, есть. Сложный вопрос. Есть, да, но вот прямо назвать, я думаю, что в русской женщине гораздо больше хаоса в хорошем смысле этого слова эмоционального. Там меньше рацио. Если я, может быть, сейчас немножко я мутно говорю, но это действительно достаточно сложно описать. французенка должна, ну так, если опять же обобщать, и вообще европейка, но и французенка в том числе, должна просматривать очень четко вот перспективу какую-то. Чем она более просматривая, чем она более транспарентная, тем как бы вот у нее комфортно. Мне кажется, что русская женщина, наверное, тоже это хочет время от времени, но это не является настолько, так сказать, структурообразующим элементом, как европейка. Другими словами, для русской главное любить. Наверное. Наверное. Ну, французские тоже любят, когда хотят, но это, знаете, это не совсем даже расчет. Это культурный код. Не в том, что она прямо обязательно хочет что-то такое, получить какую-то выгоду. Нет. Это культурный код, связанный с общим, вообще к общим культурным кодом страны. Там вот рациональность и прагматизм, он вшит в это дело. Она, это не ее, ну, ее, в общем, вина, чтобы, или там ее косяк, так просто, что вот она такая. это результат определенных культурных кодов и установок. Аркадий, на этой прекрасной ноте я хочу задать вам три последних вопроса, которые я задаю всем своим гостям. Вы готовы? Конечно. Три главных качества русской души. открытость, открытость, щедрость, незлопамятность. Три вещи в России, к которым вы никак не можете привыкнуть или смириться. Обожание иностранного, преклонение перед ним. Отсюда недооценка себя и невозможность построить мощной академической философии. Как вы считаете, что русскому нужно для счастья? Выплеск эмоций, чтобы можно было везде и всегда, когда он этого хочет, быть эмоционально тем, кем он является. Выплеск эмоций. Вот это очень важно. Спасибо вам большое за сегодняшний разговор. Кажется, очень интересно получилось. Спасибо, Маша, и вам. А я напомню, это был проект Мы и Они, и я его автор Мария Шахова. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы все читаем, очень часто к вам прислушиваемся. Ну и помните, хорошо там, где мы есть.